итак приветствую с мои друзья и гости канала и вот я в предыдущей части рассказал про свой опыт работы в школе давайте теперь я вам расскажу куда же я все-таки ушел со школы за школу я взял и ушел у нас в охрану да да в охрану потому что в охране обещали зарплату такую же как и в школе а в школе я у нас для того чтобы получать хорошие деньги я работал по 108 часов в неделю была нагрузка просто бешеная и когда я ушел в охрану да на график день-ночь отцепной выходной думал что хоть спокойно начну заниматься появится у меня скорее своя личная жизнь так далее потому что когда ты работаешь в школе детишками личной жизни у тебя никакой нет у тебя есть жизнь с твоими учениками но у тебя нет твоей личной жизни я устроился у нас на ухмк соответственно в охрану и там я проработал аж три месяца что я могу сказать про работу охранника блин я ребят не хочу никого обидеть но когда ты работаешь в охране даже на очень к самым крупном заводе до в оренбургской области ты тупеешь на глазах но реально ты становишься как как ремень такой же не знает такой же тупой и становишься поэтому я вроде там зарабатывал хорошие деньги я за то время пока я работал в охране я за три месяца участвовал в 11 соревнованиях до сих пор у мои мои грамоты да моя фотография висит на доске почета потому что что только я не делал и обкатку я принимал и бегал там и в баскетбол играл и волейбол играл и плавал что только я не делал но но ребят я не видел личностный рост я не видел ну с кем ты можешь стать начальником охраны с кем ты еще может все и больше ничего и ты понимаешь что это тупая работа братья как сторожевой пес наблюдать что там куда что-то не украл и так далее ты понимаешь что толку то от этого нету потому что например все воровство глобально она происходит не на уровне да на сфере расплавщика или еще кого-нибудь это воруют нас другие люди другие дяди и воруют в таком количестве что ни один охранник там не сможем помешать понимаете я понимал что охрана вот в данном этапе это такая прослойка которая вот в той сфере более ну не знаю там просто как раздражающий фактор для рабочих так далее я помню одну ситуацию когда мне ночью уже совсем склоняло ко сну и все и чтобы не уснуть я взял у нас лопату взял у нас подошел к рабочим губ давайте я вам помогу перекидать вот этот не знаю этот этот все расплавы с одной стороны другой тип ну давай я взял лопату там конечно что все та же камера и все есть я взял помогал в итоге потом мне дали выговор у меня оштрафовали на 20 процентов из-за того что я там брал и вот занимался потусторонними делами потусторонними делами занимался в то время когда должен охранять а я до охранял этот объект просто брал не просто сидела просто брал и не знаю просто помог рабочим я видел как им было тяжело все и просто и чтобы не уснуть я брал и бери больше кидай дальше пока летит отдыхает и вот за это я получил у нас лишение 20 процентов потом я понял что блин ну не мое это ребят ну как бы не получится мне просто сидеть не знаю там и за кем-то наблюдать и так далее потом было решено перейти у нас в в личную охрану до предложили но там я тоже понимал что то чего я бежал до хотел личную жизнь да пока ты становишься личным охранником да ты просто берешь и начинаешь жить жизнью другого человека я точно этого не хотел и поэтому спустя три месяца да я проработал всего лишь три месяца я взял и уволился меня не хотели отпускать потому что я тоже показывал хороший результат я делал то я делал это но я вот от этой работы не получал удовольствие понимаете и здесь я даже не знаю даже не знаю единственно что вот хорошее осталось с очень многими там познакомился познакомился с людьми увидел работу завода изнутри увидел все тот беспредел который творится там на заводе увидел этот абсурд который вы надо происходит это все я взял и увидел это все увидел своими глазами не понимаю что наверное я бы ну не хотел бы работать прям в такой системе да даже даже не то что охранником любым другим потому что бардак там творится неописуемый и здесь самое печальное есть факты на которых ты можешь влиять да а есть на что-то не можешь влиять вот на там вот я ни на что не мог повлиять всего лишь там пешка 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 которая никогда в жизни не станет ферзи мда никогда в жизни у нас ничего не добьется поэтому те кто работает в охране блин ребят ну что я могу сказать работа может быть хорошей до работы не пыльная да но 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 как показывает опыт да я еще ни разу не видел ни одного охранника который брал бы и прогрессировал на своем рабочем месте а вот те охранники которые деградируют я их встречал очень очень много поэтому здесь выбор за вами я не говорю что там взяли все ушли с охраны нет конечно же я думаю что каждому свое я просто я по своему темпераменту по своему складу ума от все я не могу этой работы заниматься не могу и все хоть и треснет ну что перейдем к следующей части а следующая часть у нас будет как я работал евросети тоже сразу все расскажу потому что когда у нас была ситуация да много чего у нас было всевозможных слухов и тому подобное ну и давайте все таки вам расскажу про эти слухи про евросети так далее пока